Музыка Во второй половине часа Юга Сибири разберемся. Мы вас приветствуем. Зовут меня Алина Стусова. И в каких разбирательствах наша команда участвовала на этой неделе? Смотрим. С него потребуем гарантии документально. Сделаем, как он хочет. Клиент всегда прав. Мебельщики Черногорска спорят с заказчиком полгода из-за 7 миллиметров. А по какому каналу? Возврат платы за детсад. Сумма, которую компенсируют родителям, зависит от количества детей и географии детского сада. Все усыпается на наш балкон и вниз на посетителей аптеки. Дождь из камней. Разберемся заставила управляющую компанию решать вопрос с ремонтом опасного фасада. А начнем мы сегодня с важной темы для родителей, чьи дети ходят в детский сад. Сумма компенсации, которую мамы и папы получают за оплату детского сада, выплачивается не из заплаченных за месяц денег, а с установленной цифры. А по какому каналу? Прежде напомним, компенсация выплачивается родителям в размере 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Но рассчитывается эта компенсация не с общей суммы стоимости детского сада, а со среднего размера родительской платы. Размер этот в каждом субъекте устанавливает правительство. Для Абакана эта сумма 1827 рублей, для Саиногорска 1076, для Черногорска 1341 рубль. Чтобы было понятнее, разберем на примере. Допустим, вы живете в Абакане, и ваш второй ребенок ходит в детский сад. Вы платите за садик 2100 рублей. Компенсацию вам вернут не с этих 2100 рублей, а со среднего размера родительской платы, то есть с 1827 рублей. Компенсация составит ровно половину 913 рублей. Получать ее имеет право один из родителей, это тот, на кого, как правило, составлен договор в детском саду. Важно знать, что компенсация носит заявительный характер. Если не написали заявление, то начисляться она не будет. Поэтому тем родителям, кто этого еще не сделал, необходимо составить документы и приложить к нему номер счета, и деньги ежемесячно станут начислять. По поводу задержки выплат необходимо консультироваться у заведующей дошкольным учреждением или в управлении образования ваших города или поселка. В центре Абакана на людей сыпятся камни. Об этом разберемся, рассказала в середине ноября. Причем страдают от камнепада как простые прохожие, так и жильцы 70-го дома по улице Ленина. Более двух лет люди не могут добиться ремонта здания. На доме разрушаются два балкона, и куски штукатурки и бетона падают на головы жителей. Мы освежили память специалистов МУП УЖКа и напомнили о проблеме. И судя по всему успешно. Давайте посмотрим продолжение этой истории. Он над нами, эти камни, штукатурка камня, все усыпается на наш балкон и вниз на посетителей аптеки. То есть эти камни это только осенняя коллекция, летнюю мы уже убрали. В середине ноября команда «Разберемся» рассказала о проблеме жильцов 170-го дома по улице Ленина в центре Абакана. Люди боятся выходить на балкон, потому что на головы им сыпятся камни. А все потому, что лицо главной аптеки города, фасад дома, выполненный в классическом архитектурном стиле, разрушается. Жильцы почти три года не могут решить проблему. В ЖЭКе только обещают, а на деле полное бездействие, жалуются люди. Директор центральной аптеки подтверждает, не помогают даже письменные жалобы. Я написала во все инстанции, написала письмо в жилинспекцию, копию написала в наше ЖУ. Жилищная инспекция дала предписание нашему ЖУ сделать обследование этих балконов, в том числе на четвертом этаже и нашего балкона, и провести ремонт. Однако с момента рекомендаций 2012 года ничего не изменилось. Разберемся, нагрянуло в МУП УЖК с вопросом, почему они не ремонтируют дом. Съемочной группе ответили, сотрудники ЖЭКа делали проект ремонтных работ, потом искали подрядчика. А это, очевидно, настолько сложный процесс, что справиться с ним почти за три года так и не удалось. Нам пришлось напомнить нерасторопным чиновникам, что проблема все еще носит опасный характер. И уже на этой неделе «Разберемся» получила подтверждение. Вопрос жильцов Ленина 70 решают. Муниципальная управляющая жилищная компания обратилась к нам с просьбой перенести вид работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу Ленина 70 на более ранний период. Указывая на то, что балкон находится в неудовлетворительном состоянии и текущим ремонтом его починить, исправить эту ситуацию нельзя, необходимо выполнить капитальный ремонт фасада. В доме по Ленина 70 на 2015 год запланирован ремонт инженерного оборудования, ремонт подвала и установка общедомовых счетчиков. На 2016 ремонт крыши. Фасад здания будут ремонтировать только в 2041 году. Теоретически можно поменять виды работ. Например, отремонтировать фасад в следующем году, а крышу через 25 лет, как и запланировано по очередности. Но дело в том, что крыша на Ленина 70 ветхая и тоже требует срочного ремонта. Именно в 2016 году. Поэтому специалистам МУП УЖК не стоит надеяться на то, что фасад отремонтируют по программе капремонта. Нужно продолжать искать подрядчика и проводить работы как текущий ремонт. Для всех остальных жильцов многоэтажек важно понимать. Поменять виды работы, сроки их проведения фонд капремонта без участия собственников не может. Поэтому для тех, кто обоснованно решит поменять местами ремонт объектов в доме, важно знать вот что. Есть два способа, как поменять виды работ по капитальному ремонту вашего дома. Первый. Обратиться в фонд капремонта с коллективным заявлением о том, что жильцы хотят поменять, например, ремонт инженерного оборудования на ремонт фасада. Фонд находится по адресу щетинки на 18, кабинет 512. И второй, более сложный способ. Собрать общедомовое собрание и протоколом зафиксировать решение большинства собственников о том, что виды работ будут меняться местами. Сделать это нужно до апреля месяца каждого текущего года предшествующего году капремонта, чтобы специалисты успели все оформить документально. Семь миллиметров стали причиной полугодового спора. Абаканец обвиняет черногорскую мебельную компанию «Альянс» в некачественно собранном гарнитуре для кухни. Леонид Романов уверяет, его заказ выполнили неверно, а переделывать не хотят. Руководство мебельной фирмы ни в какую не хотело разговаривать, сразберемся. Однако после того, как мы приняли их условия, на интервью будет присутствовать юрист и включат диктофон, с нашей съемочной группой согласились побеседовать. И после разговора с мебельщиками мы с видеооператором Натальей Курцевой засомневались, всегда ли прав клиент. С него потребуем гарантии документальные. Сделаем, как он хочет. Бесплатно, без ничего. Приедет человек, заберет. 7 миллиметров и еще полтора сантиметра стали отрезками гигантского спора между мебельной компанией «Альянс» и заказчиком Леонидом Романовым. Директор фирмы устал ругаться, готов простить придирчивого Романова и забыть, наконец, о существовании друг друга. А недовольный клиент продолжает жаловаться. Ну вот духовой шкаф, то есть вот зазоры 15 миллиметров, он в глубину не может утонуть. Дверки, вот, разница, разница получается в 7 миллиметров по высоте, вроде бы, так не должно быть. Самого шкафа и двера, да, разница? Да, да. Шкаф 927, а дверки сделаны 920 миллиметров. В складчину 2,2 сантиметра буквально свернули кровь всему Альянсу. Леонид Романов отказывается понимать, что дверки по мебельным требованиям должны быть чуть короче основной конструкции шкафа. А о возможной проблеме с духовкой мужчину предупреждали еще на этапе выбора кухни. Этот человек, он изначально приобрел духовой шкаф не для этой модели кухни. Он вот приобрел жарочный шкаф одной модели, верхнюю плиту другой модели. Когда приехал к нам, когда предоставил, мы ему предложили изначально сразу поедьте, обменяйте, потому что вы приобрели не то, что вам нужно. Он нас слезно тут упросил, что вот вы мне сделаете. Мы ему сказали, вот образец мы сделаем четко по образцу. Также четко по образцу Леонид Романов накатал заявление в Роспотребнадзор и попросил помочь решить его миллиметровые проблемы. В ведомстве мужчине попытались объяснить, проблема пустяшная, сторонам просто нужно договориться. Есть уже откровенный спор между изготовителем и потребителем о качестве товара. То есть если в медиативном порядке мы, как Роспотребнадзор, не сумели убедить потребителя и предпринимателя решить дело мирным способом, то лучший способ решить все свои проблемы – это обратиться в суд. Но похоже, для Леонида Романова судебные разборки – слишком простое решение проблемы. Несколько месяцев мужчина заставляет компанию буквально спилить проблему. Он нас просит, чтобы мы вот этот бок отпилили. Только бок. Нишу нижнюю оставили на месте и просто плиту, которую у него, дальше запихали. Мы ему сказали, для чего это делать. Можно гарнитур выдвинуть сюда, на этот, там, ну, грубо 9 миллиметров. И специалист был у него на квартире, это сделал. Он нет. Отпилить вот мне здесь 2 сантиметра. Отпилить легче, чем отодвинуть, решил Леонид Романов, чем одновременно рассмешил и впечатлил всю мебельную компанию. Руководство Альянса, которому, по сути, из-за пустяшной проблемы уже несколько месяцев, как не смешно, готово взять в руки лобзик. Но только с тем условием, если заказчик подпишет бумаги, что после кардинального вмешательства он не будет иметь к ним претензий. В этой истории, похоже, победил совершенно неуместный принцип. Несколько миллиметров мебельной доски стали причиной серьезного спора двух взрослых людей, которые ведут себя как дети, не уступая друг другу. Знаете, посмотрев этот сюжет, во-первых, хочется сказать, в любых спорных ситуациях пытайтесь договориться, потому что судебные разбирательства отнимают массу времени и сил. Ну, а во-вторых, все условия заказчика и исполнителя прописаны в договоре. Читайте его внимательнее, спрашивайте, уточняйте. Проверяйте товар на месте, тестируйте его, чтобы потом не спорить друг с другом в суде. Это разберемся, мы рассказываем о проблемах именно для того, чтобы вы могли сделать вывод, применять нашу информацию как инструкцию по предотвращению проблем или их решению. Если есть о чем спросить, звоните 222-400, спрашивайте о важном для вас. Хорошего завершения рабочей недели и пусть выходные будут отличными. Увидимся в следующую среду.